а я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович давайте поговорим о новостях которые произошли последние несколько дней традиционно сделаем это с иронией сарказмом чтобы хоть немного поднять настроение и помните если это видео вам симпатично поддержите его лайк комментарий подписка на канал спасибо сразу чем с позитива пару дней назад в дайвинг-центре москва произошло расширение пошел на дно очередной корабль черноморского флота рф на сей раз познакомиться с флорой фауны черного моря отправился патрульный корабль сергей котов как-то очень символично получается вот в россии все мечтают перебраться в москву чтобы хоть как-то вырваться из безнадёги и вот тут в принципе похожи ситуации с каждым месяцем все большее количество российских кораблей перебираются поближе к москве в общем можно уже с уверенностью сказать что акватория черного моря превратилась для кораблей черноморского флота такой бермудский треугольник с той лишь разницей что почему пропадают корабли в бермудском треугольнике непонятно а вот в ситуации черным морем все более чем ясно спасибо силам обороны украины кстати это уже 15 корабль черноморского флота который из надводного положения перешел в подводные точнее придонная а ведь еще в 2017 году в российской прессе выходили вот такие статьи стата с флотом шутки плохи в госдуме высмеяли планы украины потопить черноморский флот конец цитаты кстати на фото не хватает черной ленточки потому что на фото не безызвестный крейсер москва стать на днях на бывшего командующего черноморским флотом виктора соколова и командующего дальней авиации сергея кобылаша международный уголовный суд в гаге выдал два новых ордера на арест по мнению мусс соколов и кобылаш несут ответственность за военное преступление в виде организации нападения на гражданские объекты и причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам а также преступления против человечности ну а тот кто будет сидеть между кобылашем и соколовым на гагском трибунале продолжать свое предвыборное турне путин на встрече с работниками тепличного комплекса солнечный дар видимо какой-то стратегический объект поделился воспоминаниями о своей работе лесорубом в стройотряде конечно я только пришел в основном брали ребят после армии или со стажем работа не менее трех лет так что ребят после армии покрепче я после школы пришел я думаю что я спортсмен да я честно думаю я спортсмен не должен был кандидат или мастер спорта дома ничего мне там ерунда какая выяснилось что нет концу концу дня уже едва ноги волок а ребята постарше они будут такие покрепче вот я знаете могу такая бытовая вещь но любопытная я помню когда неделю отработали извините в баню пошли я как будто в армитаж пришел в эту баню такое чувство было отдыха абсолютного полного вот но мы там применительно зарабатывали очень надеюсь что придет время и ему придется вспомнить свою профессию лесоруба только денег там много платить не будут да и работать придется от звонка до звонка вообще конечно интересно получается если вспомнить все профессии которые себе приписывает путин то получается смотрите что он и разведчик правильно да и таксист и рыбак и плотнику вот и пилот и историк и охотник и грибник и даже дельта планерист список этот бесконечный тот скажет ну просто такой разносторонний развитый человек а я скажу демон кто ты ведь если на секунду поверить что он и правда освоил все эти профессии то сразу начинаешь верить в потусторонние силы нож только демону под силу жить долго вселяться в людей чтобы использовать их я даже решил погуглить и нашел такого демона вот что говорит википедия смотрите это астарот один из самых высокопоставленных демонов в адской иерархии вот так он выглядит вот а вот теперь рядом давайте поставим вот такой вот смотрите и и мне кажется что в целом очень даже похоже я бы даже сказал одно лицо но в любом случае как бы ни старался путин каждый раз представлять себя представителем той или иной профессии памяти всего мира он навсегда останется палачом вором и тем кем его в свое время назвали харьковские футбольные фанаты но тем не менее есть в россии конечно те кто готов поддерживать путина даже на выборах кто они спросите вы я отвечу они это неформальная организация отряды путина официальный распространитель возрастной деменции слабоумия на территории россии в этот раз отряды путина записали агитационный предвыборный ролик я буду голосовать за путина ия ия и я буду голосовать за путина Я буду голосовать за Путина. И я. И я. Я буду голосовать за Путина. И я. И я. И я. И я. Мы. Ну вот согласитесь, в целом скучная однообраза. Бабушки даже не смогли вспомнить, а почему именно за Путина нужно голосовать. Что хорошего он сделал для них за более чем 20 лет у власти. И возрастная забывчивость тут ни при чем. Просто реально нечего вспомнить. Поэтому они все время повторяют одно и то же. Возможно, для того, чтобы самим не забыть, за кого они должны проголосовать. Ключевое слово «должны». Я, с вашего позволения, помогу этим странным старушкам сделать их ролик более информативным и правдивым. Для этого его нужно немножко поправить. Ну вот представьте, одна старушка будет говорить слоганы, а остальные будут делать то, что и делали. Давайте попробуем. Продукты подорожали, но я, в принципе, готова есть и траву. И я. Запад загнивает, хотя я ни разу за всю жизнь не была за границей. И я. Моего сына забрали на СВО, и он не вернулся. Но я не расстраиваюсь. И я. И я. А еще я хочу, чтобы следующее поколение россиян жило так же хреново, как и я. И я. Я буду голосовать за Путина. И я. Потому что я ебанулась. Вот теперь, мне кажется, получился оригинальный, а самое главное, правдивый ролик в поддержку Владимира Путина. Но не только отряды Путина агитируют за него. Подключаются к процессу известные персонажи, причем некоторые это уже делают длительное время. Особенно это стало заметно после послания Путина федеральному собранию. Анастасия Ивлеева, я думаю, вы знаете, кто это, блогер и организатор знаменитой «Голой вечеринки», заявила, что впервые в жизни посмотрела послание Путина. Цитата. В этом году первый раз посмотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяло внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются. Я знаю, что пойду за них голосовать. Конец цитаты. Вы знаете, можно было бы сказать, ну и что? Обычная приспособленка, которая плевать на все, кроме себя. Но я не об этом хотел вам рассказать. Дело в том, что эти слова Ивлеевой осудили. Да. Но это были не оппозиционеры и не те, кто посчитал это послицемерным. Это сделала Ольга Бузова. Цитата. «Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30 впервые в жизни смотрит обращение президента». Конец цитаты. Я так понимаю, Бузова ест мороженое, не кусая, гораздо быстрее, чем Ивлеева. А в общем, мне кажется, что этот диалог можно было бы продолжить. Ну а дальше вот представьте, Ивлеева отвечает на то, что сказала Бузова. Я имею в виду, что это было первое выступление Путина, которое я посмотрела 500 раз подряд. И снова Бузова и Ивлеевой. «Ха, 500 раз подряд так мало смотрят Путина, только российские либералы. Я до сих пор его смотрю. Даже есть еще не ходил». И опять Ивлеева Бузова отвечает. «Ой, есть ты не ходил. Я вообще уже неделю не сплю». Натянула веки вверх вот так. Смотрю Путина, чтобы не моргать и не пропустить даже миллисекунды из его выступления. И снова Бузова. Ха, кто-то дожил до 30 и до сих пор позволял себе моргать, когда выступает наш президент. Этот диалог, в принципе, можно продолжать бесконечно долго. Уверен, что в конце концов Бузова и Ивлеева будут вынуждены обратиться к отоларингологу. Он скажет «Откройте рот, что у вас там?» Заглянет и начнет грустно качать головой. И Ивлеева, и Бузова такие. «Так а что такое, доктор? Горло красное. Да нет, милочки, у вас это язык стерся». Вот посмотришь, что на Бузову, что на Ивлееву, понимаешь, какие же вот они жалкие все-таки, да? Что одна, что вторая, имеют достаточно денег, чтобы покинуть Россию, при этом продолжать жить в хороших условиях. У них есть возможность обращаться к огромной аудитории, чтобы попытаться остановить войну. Но вместо этого они что? Упражняются в заискивании и холойстве. Возможно, кто-то скажет, что не стоит вообще обращать на них внимание. Пусть пауки в банке дерутся, но подождите. В случае с Бузовой и Ивлеевой это звучит несправедливо. По отношению к паукам. Они такие милые. Но вернемся к выборам. Не только Путин пытается окучивать россиян, чтобы те приняли участие в фарсе под названием «Выборы». Кандидат в президента России Владислав Дованков также разместил свои агитационные материалы на борде в центре Москвы. Правда, по факту получилась отличная коллаборация с другой рекламой. Класс. Тот случай, когда человек, который заряжал плакаты в рекламный борт, сделал больше, чем некоторые российские оппозиционеры за все время своего существования. Ну и представители КПРФ, конечно, продолжают напоминать своим избирателям о себе. На днях руководство КПРФ возложило цветы к могиле Сталина. Отметив, таким образом, 71-ю годовщину его смерти. Геннадий Зюганов в речи о Мавзолее заявил, что Ленин был великим полководцем и продолжателем традиций Суворова и Кутузова. Я вот думаю, что если бы Кутузов это услышал, то у него, конечно, второй бы глаз открылся. Думаю, и Ленин вышел бы из Мавзолея после слов Зюганова и стал бы гнать его и его пионеров, как говорится, с санной тряпкой. Просто Ленин никогда никакой армией не руководил. А вот депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Янгалычева в своем блоге вообще разошлась и заявила, что в годы большого террора, цитата, «население стало размножаться наиболее высокими темпами». Класс. Вот формулировка типа «население стало размножаться» звучит как увеличение поголовья скота. Кстати, эта же депутатка уверяла, что «северное сияние» — это то ли химатака, то ли голограмма, созданная США с целью установить новый мировой порядок. Мне вот кажется, что Екатерина Янгалычева уже может претендовать на серьезную руководящую должность в отрядах Путина. Если уж вспомнили КПРФ и Сталина, то, думаю, стоит напомнить, что 5 марта коммунисты отмечали 71 год со дня смерти их вождя. А вообще, конечно, март — традиционно непростой месяц для российских правителей. Николай I умер 2 марта, Сталин — 5 марта, Александр II был убит 13 марта, Николай II отрекся 15 числа, Иван Грозный умер 18 марта, а Павел I был убит табакеркой 24 марта. В общем, что тут сказать? Март, не подведи. Продолжим. Есть в России человек, выступление которого с нетерпением ожидают все ведущие специалисты в области психиатрии и наркологии. Дмитрий Медведев выступил на Всемирном фестивале молодежи. Тут сразу возникает много вопросов. Во-первых, название всемирное. Пока доподлинно неизвестно, кто же именно принимал в нем участие, были ли представители молодежи из Талибана, Хамаса и счастливая молодежь из Северной Кореи. Хотя, возможно, в представлении современной России на этом мир, в принципе, и заканчивается. Во-вторых, конечно, всех поразил внешний вид Дмитрия Медведева. Такое ощущение, что ему неделю говорили, Димка, ты держись только. Главное, держись, Димка, держись. Вот он держался, держался, а потом не сдержался. С вечера вошел в раж, утром не услышал будильник, опаздывал, поэтому надел первое, что нашел. А с другой стороны, может, он сорвался с утра, когда уже надел брюки, рубашку, и тот думает, а я вот чуть-чуть для храбрости. А организм вернулся назад, причем прямо на рубашку, поэтому он и выбрал пиджак, под которым рубашку можно не надевать. Слушайте, а может, вообще он собирался читать проповедь? Ну, а тогда почему синий костюм, да? И где белый воротничок? В общем, пользователи сети сразу предложили свои варианты, почему Медведев выглядел именно так, кто-то сравнил его с доктором зло, кто-то усмотрел попытку быть похожим на Владимира Соловьева. Нашлись и те, кто посчитал, что Медведев украл свой наряд у Хиллари Клинтона. Может быть, вы знаете, почему Медведев решил представить перед публикой именно в таком виде? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. В общем, нарядный Медведев, в прямом и переносном смысле этого слова, ничего нового не сказал, а повторил свои старые тезы. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Ай, знаете, в очередной раз это обсуждать, я думаю, не стоит. Ну, потому что мой организм может сделать то, что сделал организм Медведева с его рубашкой. Просто мне интересно, вот если выйдет, вот представим, выйдет Си Цзиньпин и скажет, Россия – это Китай. Вот как быстро Медведев испортит вслед за своей рубашкой свои брюки? Хотя ответ, на мой взгляд, очевиден. Медведев в очередной раз посвятил Украине свое рефлекторное извержение садиджимом во рта, но почему-то совсем забыл рассказать о том, что происходит в России. Причем все же это есть в открытых источниках. Он забыл рассказать, что для того, чтобы справиться с дефицитом медицинских специалистов, российские государственные больницы начали привлекать врачей из Африки. Причем африканские медики теперь могут подтвердить соответствие своего образования российскому без необходимости сдавать специальный экзамен. Достаточно просто знать русский язык. Напомню, во времена Советского Союза, который так любят с гордостью вспоминать руководители России, каждый год десятки тысяч иностранных студентов получали в СССР образование и возвращались работать в свои родные страны. Но теперь все будет по-другому. И вскоре в российских больницах появятся шаманы-терапевты, а в аптеках можно будет приобрести сушеные жабьи лапы и паучьи глаза. Еще Медведев не рассказал о том, что в России планируют вернуть налог на бездетность. Это тоже было, кстати, в СССР. Я так понимаю, далее что у нас последует? Уголовная ответственность за одиночество, принудительный выбор партнера и такое же принудительное оплодотворение. Не вспомнил Дмитрий Медведев о том, что РПЦ предложила раздавать молодежи футболки с надписью «Девственница» и «Кольца Целомудрия». Ну, тут можно сказать, ну наконец-то, теперь можно будет правильно и крестик носить, и трусы не надевать. Главное, чтобы была такая футболка. Не рассказал Медведев и о губернаторе Санкт-Петербурга, который после атаки города дронами совершил что? Правильно, молитвенный объезд. Если помните, раньше они с иконами летали на вертолетах, теперь вот автобусы. Причем не факт, что они не рейсовые. А что дальше будет? Что, велосипед, скейт, ролики? Тут бы спросить у знающих религиоведов, а подействуют ли иконы, если возить автобусом? Готовы ли отец, сын и святой дух ездить на общественном транспорте? Может быть, вы знаете, как правильно губернатору Питера возить икону, чтобы подействовало? Напишите в комментариях. Не стал Медведев показывать и кадры из Питера, где на улицах тестируют систему экстренного оповещения, включая полонесса из оперы Чайковского Евгения Онегина. Вот. На видео видно, что никто из прохожих на это оповещение никак не реагирует. Оно и понятно. Вот не ту музыку вы ставите. У Петра Ильича Чайковского есть более знаковое произведение для России. «Лебединое озеро». И когда россияне его услышат, возможно, они наконец-то смогут поднять голову. На сегодня это все. Продолжаем помогать Украине. А еще поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал. Давайте пообщаемся в комментариях. Слава Украине, жеребела Русь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова